В преддверии Дня Победы мы вспоминаем, чем жил Ленинград в военные годы. И немногие знают, что сотрудники Государственной публичной библиотеки в годы блокады совершили свой подвиг. Уже в сентябре 41-го года они начали собирать специальную коллекцию материалов, печатных свидетельств того, как жил и оборонялся Ленинград. Сейчас в РНБ хранится около 20 тысяч документов, половина из них оцифрована. Это приказы, воззвания, листовки, плакаты, бланки, фотографии и даже афиши. Прямо сейчас вместе с нашим гостем перевернем страницы истории и взглянем на лица людей, переживших невозможное. У нас в гостях заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки по библиотечной работе Станислав Брониславович Голубцов. Станислав Брониславович, приветствуйте вас наше свидетельство. Здравствуйте. 20 тысяч документов, фантастический архив. Как вообще их удалось собрать не просто в условиях военного времени, а в блокадные годы? Библиотека с самого начала Великой Отечественной войны, с самого начала блокады Ленинграда превратилась в необходимое звено обороны города. То есть, с одной стороны, документы собирались действительно с сентября, были установлены связи с политуправлениями фронта, флота, с госзнаком, типографиями. Задача была действительно собрать не только книги, не только журналы, но и воззвания, листовки, все то, что говорит о защите города. Но при этом библиотека... И о жизни города. И о жизни города, о его защите, о жизни людей, как сейчас принято говорить, повседневной. При этом библиотека принимала участие в информационном обеспечении обороны. Сохранились запросы, в том числе и военных, о разных вопросах связанных с обороны. Что это значит, информационное обеспечение обороны? Ну, например, классический запрос, он сохранился, мы его выполнили осенью 41-го года. Как выглядят с воздуха заводы в Германии, которые необходимо бомбить. Соответственно, специалисты искали в путеводителях туристических 20-30-х годов, нашли, предоставили карты технологии производства взрывателей. То есть это специфические вещи. При этом, что и литературу мы выдавали, были передвижные библиотеки на фронте, приходили к нам читатели. Ну, конечно, больше всего впечатляют, наверное, фотографии. Станислав Браниславович, давайте действительно поговорим о фотографиях, которые хранятся в коллекции. Известно, что во время Великой Отечественной войны огромную роль в одушевлении людей сыграли фронтовые концертные бригады, которые вместе с солдатами действительно прошли вот этот тяжелый путь войны. На следующей фотографии, которую мы сейчас покажем нашим телезрителям, как раз-таки изображен оркестр. Скажите, пожалуйста, это что? Это репетиция, уже сам концерт. Это концерт. Это концерт, это осень 41-го года. Это симфоджазовый или джаз-симфонический оркестр. Дунаевский, да? Под руководством Клавдии Шульженко. Легенды? Это легенда. Причем это самое начало войны. Что интересно, это то, что потом, уже после войны, стали называть эстрадной музыкой. То есть это вот сочетание классики, сочетание джаза. Мы все из каких-то старых фильмов помним, собственно, эти мелодии. Веселые ребята, да? Аранжировки, да, да. Давайте посмотрим следующую фотографию, на ней школьники. Что нам известно об этих ребятах? Они улыбаются, несмотря на ужасы войны. И вообще, известна ли судьба каких-то персонажей, фотографий, которые мы будем показывать? Какие-то известны очень подробно. Судьбы какие-то нет. Нет, вот в данном случае это учебный год. Начало это 1 сентября, после прорыва блокады. Интересная локация, это школа, собственно, она существует и сейчас. Это лицей, это улица Гороховая, дом 20. Вот, там, да, это известное учебное заведение, середина 19 века, соответственно, там был госпиталь, но при этом была и школа. Вот, открылся учебный год, дети идут в школу, и жизнь продолжается. Вот немногие знают, что во время блокады работал Ленинградский институт переливания крови, и жители блокадного Ленинграда сдали 144 тонны крови. Это еще вот один подвиг, который показывает мужество наших ленинградцев. Посмотрите, на следующей фотографии мы видим женщину-донор. Вот о ней что-то известно. На самом деле, вот судьба этой женщины, она совершенно потрясающая. Это Надежда Вельтер, это оперная певица, меццо-сопрано. При этом вот сейчас ей больше 40 лет, то есть она 1799 года рождения. Это потрясающая судьба, у нее написаны воспоминания, в частности, знаменит она тем, что в 42-м году с ее участием была поставлена опера «Кармен», и, соответственно, она в ней пела партию «Кармен». Давайте еще одну фотографию посмотрим. Да, вот мы видим афиши, что в «Кармонии» давали «Кармен». И фотография, которая буквально поражает глубиной взгляда, как будто бы говорит герой «Не волнуйся, победим». Вот какая история этого снимка? Это 17 января 1944 года, это гостилицы. Это снятие блокады. Гостилицы были взяты 19 января. В танк он мехвод, механик-водитель Михаил Степанович Смирнов. Ему 21 год, вот здесь. Ему в лобовую попадает снаряд, весь экипаж выводится из строя, остается он один, он врывается на позиции немцев, давит три противотанковые пушки, соответственно, вражескую силу. И он тяжело контужен, видимо, видно, вот, собственно говоря, по взгляду. При этом человек закончил войну, закончил в Берлине. А дальнейшая судьба его известна? В Свердловской области уже, собственно говоря, в нулевые годы, то есть он очень долго прожил. То есть это потрясающая история, можно посмотреть в глаза, да. Водушевляющая история, которыми также полна Великая Отечественная война. Станислав Брониславович Голубцов, заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки по библиотечной работе в нашей студии. Спасибо вам большое, поздравляем вас с наступающим Днем Победы.